Еще один сиделец на диване, Александр Лукашенко, на форуме, посвященном Дню Народного Единства, сказал следующее. Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Все больше и больше задумываются обычные люди, даже далекие от политики. С момента окончания Холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта. Правильно ли я понимаю, что Александр Григорович передает вот такой месседж от Путина, поскольку единственный, кто угрожает, едя ядерным конфликтам, миру, это Кремль? Я предлагаю перестать вообще слушать Лукашенко. Все, что он говорит, он сегодня говорит одно, завтра другое, это врун, лгун и вообще подонок. Его слова не имеют ровным счетом никакой цены, ничего не несут, никакой информации. Сегодня он говорит одно, завтра другое, с тем же лицом. Сегодня он говорит, Путин лучший там руководитель мира, а завтра он скажет, обращаясь к Западу, родненькие мои, как же я вас ждал. Это лицемер. У него нет ни правды, ничего, поэтому слушать Лукашенко себе дороже. Я его давно не слушаю, пустое место. Вообще бульба, пустая бульба, протухшая, прогнившая давно, которую не есть нельзя, не нюхать опасно, воняет от нее. А что касается ядерной войны. Ядерная война невозможна в принципе, все в мире это понимают. Так, это все сотрясание воздуха. Значит, первое. Китай, я зайду с другой стороны, Китай категорически против ядерной войны. И он никогда не допустит, чтобы Путин пряцал ядерным оружием. Китаю это не выдадо. Раз. Американцы. Слушайте, российская вся разведка спутниковая оказалась несостоятельной вообще. Не выдержала никакой конкуренции с Западом. Мало того, им замедлили еще передачу спутниковых данных искусственно. Американские спутники, новейшее достижение науки и техники, передовое достижение науки и техники. Да и как вы хотели иначе, если в России наука в загоне и все лучшие русские ученые уехали в Америку. И плодозборно трудятся в Силиконовой долине на благо Соединенных Штатов Америки. Поэтому, ну что, спутники все видят, все все знают. Где находится российское ядерное оружие, в каких шахтах. Как оно, с какой скоростью оттуда извлекается. Как оно пускается. Все известно давно. Поэтому, я думаю, что если только у Путина возникнет мысль дать приказ, нажать на кнопку. Во-первых, этот приказ никто не исполнил. А во-вторых, как только он его отдаст, сразу же заглушат все, что можно. Откуда, что должно появиться. Вот все это заглушили. Никто церемониться с ним не будет. Это не год назад, это не 7 месяцев назад, это не 5 месяцев назад, и это не 3 месяца назад. Ситуация в корне изменилась. Путин другой, Россия другая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова